Мишустин Светлая Большое армянское солнце Над головой Ну вот Шура Балаганов Нормальный русский парень Замеченный На каких-то улицах Острым глазом Ильфа и Петрова У него уже когда В карманах миллион был Он трояк все равно в трамвае Стырил Мишустин Государственный человек Ни в коем случае даже думать в эту сторону Про Шура Балаганова Но вот у него был зять Муж Любимой сестры родной Удодов Некоторые называли его издеваясь Зятем Межуевым Но зять Межуев Не так талантлив Как зять Удодов Он создал Огромную С Компаденом С Украины Огромную фирму Грибная радуга Не голубая А грибная Шампиньоны Шампиньоны На стол Каждого россиянина У кого есть деньги Разумеется Оборот Полтора миллиарда Не меньше По году Одна беда Фирма Голубая Грибная Радуга Честно платила налоги Как все другие фирмы В Российской Федерации Но Мишустин Премьером стал Ну как же Вот так сказать А что если Шампиньоны Приравнять К бахчевым культурам Нормально Приравняли А это что дает А это дает Полтора миллиона Долларов В месяц По нашим скромным оценкам Мы можем ошибаться Если фирма Грибная радуга Она самая крупная В России По шампиньону Или одна из самых крупных Освобождается от налогов Это на карман Семье Примерно Ну в районе 300 Где-то я думаю Все-таки Или 350 миллионов По году Чистые прибыли Значит что нужно было Нужно чтобы Где-нибудь Такой шумок Под праздник Например Премьер Мишустин Освободил бы Производителей В России Новой бахчевой культуры Шампиньонов От уплаты Каких-либо налогов Он бывший Главный налоговик Он потом хорошо Понимает Мишустин Вывод Такое решение Неожиданное Хренак И Мишустин Его семья С 1 января Этого года Получают Лишних Ну подумаешь Чепуха Да На семью 300-350 миллионов Рублей Рублей Освободил Мишустин Всех И прежде всего Зятия Налогов Начался Скандал Мы Устроили Скандал Чек Государственного Мышления Так сказать Ну подумаешь Так сказать Ну вот Так сказать Продел Родному Человечку И проклятые Пиарщики Я даже Знаю кто Догадываюсь Подсказали Мишустину На всякий Случай Пока Разные Там Караулы Орут Об этом В эфире Ну пусть У Додов Разведется Законный И очень любимый Как я понимаю С супругой Ну формально Разумеется Но В случае что Можно сказать А это бывший Родственник Он же Путин Говорит Про бывшего Зяти Он же Бывший К бывшему Какие вопросы Пережили Антон Силуанов Сын Силуанова Создал Фирму По производству Стелек Папа Руководитель Минфин Совпадение Такое Предложил Не облагать Стельки Налогом На забавочную Стоимость Сын Долго Держался Ему 22 года В нем Видимо Проснулся Гений Стелек Настоящий Бизнесмен В 22 года Научиться Делать Стельки Ну а что Он Маршал Жуков В юности Скорняком Был Тут Маршал Жуков Шубы Бабам Женщинам Скорняжем Шубы А тут Стельки Правда Много 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 Стелек У Силуяна Была Трудная Ситуация Потому что Месяц назад Ему пришлось Избавиться От одного Из своих Заместителей Дама Работала 20 лет Беспорочно В Минфине Казалось Непотопляемой Но вот Тоже Беда Журналисты Предположили Что Одна Из Дочерей Дамы Замужем За президентом Компании Фон Бэт Игорный Бизнес Лилика Ставка И поэтому Компанию Фон Бэт Господин Белоусов По ошибке Конечно Но Подсунул Тому же Мишустином Список Предприятий На господдержку В первую Волну Коронавируса Мы тогда Сказали Тете Ее друзьям Конец Год Не подписывался Приказ Не подписывался Приказ А ее увольнение Выгнали Неожиданно Не за фон Бэтж Ясная Фомнировка Какая-нибудь А тут Сын на подходе Со стельками И сын Хочет Чтоб Было Как Судодов Мишустин Наивен Силуянов Глубок За месяц Друзья мои За месяц До Учреждения Компании ООО РусМед Которая Занимается Торговлей Ортопедическими Изделиями За месяц До учреждения Компании Чтобы ни одна Сволочь Не сказала Что это Для сына Сделано За месяц До Учреждения Сыном Компании РусМед Сын Герман Силуянов Ноябрь 20-го Двух Года 50% Фирмы РусМед Принадлежит Силуанову Еще 50% Иннокентий Подобеду РусМед Первый Совместный Бизнес Проект 22-летнего Силуянова И Подобеды Кто Папа У Подобеды Я такую Фамилию Встречаю Первый раз Подобеда Папа Оказался Владислав Подобед Известный Бизнесмен Владеет ООО Докторо Орто И ООО Докторо Орто Обувь За месяц До учреждения Сыном Вместе Вот с этим Доктором ООО Орто Компашечки Это огромное Предприятие В Челябинске В частности По стелькам Минфин Предложил Вдруг Освободить Особо важный Товар Производство Стелек От уплаты Каких-либо Налогов А ну Вдруг потом Придется От сына Отказаться Так это же было заранее сделано Кто же знал Что сына Раскочегарят Через месяц Так что он сразу На миллиардный бизнес Выходит По стелькам Одного вопроса Воится Антон Папа Министр Силуянов Как я предполагаю А почему Вот Ортопедические Эти Стелечки От налога Освободили А скажем Производство Сапогов Что Сапоги не нужны В России что ли Или Производство Валинга Валинки Валинки Они подшиты Старенькие Почему Это производство Минфин Не освободил От уплаты НДС Ответ Правильный Пуш сынка Там нет Сынка Но Все повисло В воздухе Атмосфера Тревожная А ну Как до Путина Дойдет Что вот Так выбором И идти Стыдновато То премьер То вице-премьер Тут Щешувалов Дочку свою Представил Обществу Она Сердечная Балерина Танцует Красиво Очень В Большом театре Красную шапочку В Большом театре Гады эти Платят ей На 1080 Не больше 70 За искусство А по году У нее полтора миллиарда Дохода Девочки Балерины Тоже крупный бизнесмен У нас как детка Так выдающийся Ну что же Детям Заводишь ли работать Еще не в Большом театре И еще параллельный бизнес На Миллиард Жигакам Поэтому Если вдруг Путин спросит Как же так Антон Германович Нехорошо получается Твоему детке Тескать Вот фирмы Под бедой Какой-то Лафа Так Вышла На выходе Лажа Нехорошо Некрасиво Уж в отставку Уйти Но и Путин Не спросит Антон Ты ценный работник Ну какие у него Глаза замечательные Глубокие Честные Искренние Прямо стреляет Глазами В октябре 2020 года За месяц До ноября Минфин Которому руководит Силуянов Предложил Ширить Льготы На налог На добавленную Стоимость На составные Части протезов А также Ортопедические Стельки Осталось Выяснить Кто у них В семье Протезами Будет заниматься Сейчас Остельками Большого скандала Не будет Через пару месяцев Подобеда На какой-нибудь Сместе С 20-х летним Сыном С деткой Еще Нас всех Всю страну Порадуют Протезами Те У кого Деньги Есть На протезы Не сказано Какими протезами А может Та же протезы Зубных коронок Хороший бизнес Тем более Сейчас Куда ехать Лечить зубы Тут Детка Вовремя Руку тянет Папа Озираясь По сторонам Предлагает Премьер Был задан Премьер Был задан Премьером Мишустином Сошло с рук И еще как Сошло Разрушилась Семья Пострадал Удодов Ну Формально Мы предполагаем Формально Значит Лиха беда Начало И вслед за Детками Шувалова Зятем Мишустина Деткой Силуанова Появится Еще какая Нибудь Детка Не удивлюсь Что с производством Зубных Коронок